Доброе время суток! Дорогие друзья, сегодня 17 октября 2023 года и мы едем на море. Сегодня я расскажу вам, какая погода в Анталии в октябре месяце, какая температура воды, ну и, конечно же, покажу вам немножко моря. Мы приехали на пляж в район Лара. В октябре погода в Анталии довольно-таки комфортная. Днем жарко, ну, а вечером уже прохладненько и хочется накинуть на себя легкую пуфточку. Температуру моря сейчас мы с вами попробуем. Насколько море прогрето. Ну, хочу сказать, что температура воздуха практически сравнялась с температурой воды. Поэтому может показаться, что вода прохладная. Очень жарко. Прям, да, жарковато. Мы любим на этот пляж приезжать. Здесь не очень многолюдно обычно. Рядом кафе. Там проводят различные праздники. Обычные свадьбы устраивают на берегу. Вы видите площадка. Здесь еще один пляж частный. Ну, вот, видно, после свадьбы не совсем чисто. На выходных обычно проводится свадьба. Это нехорошо. Рядом немного. Рыбаки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас смотрели прогноз погоды В Анталии температура воздуха приблизительно от 26 до 30 градусов в различных регионах А вот температура Средиземного моря 26 градусов Но я хочу сказать, что вода теплая комфортно Так что, друзья вот так выглядит море в октябре Наверняка тех, кто собрался отдохнуть на турецком побережье интересуют следующие вопросы Какова погода в Анталии в октябре? Теплое ли море в начале межсезонья? Какая температура воды в море в Анталии? И в целом климат в Турции осенью? И стоит ли вообще ехать в этот период на отдых? Я вам дам немного статистики от турецкого гидромедцентра и расскажу, на какие экскурсии стоит отправиться учитывая погодные условия По моему мнению, октябрь это лучшее время года в Анталии особенно его первая половина Лучшее, потому что после жаркого лета и довольно знойного сентября приходит комфортный, мягкий, теплый сезон Прекрасное время для пляжа, прогулок, путешествий и, конечно же, экскурсий Время, когда ни минуты не хочется проводить в закрытом помещении а наслаждаться всем спектром удовольствий от турецкой Средиземноморской ривьеры Светлана, я тебя люблю? Светлана, я тебя люблю? Да Я приеду, моя льда Я приеду, моя льда Я приеду, моя льда Я приеду, моя льда Это когда-то мне очень нравится Ты порваешь Пятье, Реду Денис Много соли Да? Ты говоришь о том, что Что, Балю Дениси? Соли много? Ну, Средиземное море соленое Конечно, не такое, как красное Море есть море, Али Море чистое, очень чистое Вообще, пляж бесподобный Бесподобный Я вот люблю такой песочек Медленно-медленно Можно входить в воду постепенно Погода комфортная Классно Если проанализировать статистику Турецкого гидрометцентра Полученную за последние 90 лет То средняя дневная температура в Анталии в октябре Составляет 26,6 градусов Средняя ночная температура 15,5 Общая средняя температура в октябре составляет 20 градусов А вот самая высокая температура за всю историю наблюдений днем в октябре была зафиксирована на уровне 38,7 градусов Самая низкая опускалась ночью до 4,9 градусов Среднее количество солнечных часов в день в октябре составляет почти 10 А вот легкий дождик приносит лишь положительные эмоции Общее количество осадков во второй месяц осени в миллиметрах составляет 67,9 мм На самом деле это совсем немного Море в октябре вполне теплое Средняя температура воды составляет 25 градусов Температура комфортная для плавания Но если присутствует легкий ветерок Вода часто кажется даже теплее воздуха Поэтому выходить из воды совсем не хочется На данный период как я уже сказала Вода комфортной температуры при условии если светит солнце Но как только солнце спряталось сразу похолодало Как известно Анталия один из самых популярных курортов Турции Куда сотни путешественников со всего мира приезжают отдохнуть и развлечься Особенно востребовано это туристическое направление осенью Когда первые холода побуждают задуматься об отдыхе в теплых странах И конечно же лучше отправляться на отдых в сентябре и в первой половине октября А вот уже со второй половины октября Возможные грозы и дожди сопровождающиеся небольшим похолоданием В среднем число дождливых дней за месяц равно 5 себе Тем кто сомневается стоит ли тратить деньги на поездку на средиземноморское побережье Турции в октябре Колебаться не стоит Принять правильное решение поможет следующий список преимуществ такого отдыха Ну первое это отсутствие сильной жары и зноя Когда очень просто обгореть или получить солнечный удар Второе это комфортная температура воды и воздуха Она подойдет абсолютно всем Даже маленьким детям Если вы планируете семейный отдых вместе с детьми Третье это конечно же приятные скидки на авиабилеты и номера в отелях Так как пляжный сезон заканчивается и поэтому естественно цены будут гораздо ниже Ну и еще одно преимущество это конечно же отсутствие толп туристов на пляжах, гостиницах и на улицах города Что наверняка понравится тем, кто хочет отдохнуть от суеты Ну а с собой в период отдыха осенью не помешает взять темные очки, солнцезащитный крем и зонт Однако уже в середине октября прохлада дает о себе знать Так что в чемодан стоит упаковать теплый свитер, кофту, жилетку или ветровку, кроссовки, брюки или джинсы, а также дождевик на случай ливня А если вы собираетесь загорать, то обязательно захватите с собой купальник или плавки и пляжные тапочки Есть такие путешественники, которым пляжный отдых очень быстро надоедает Поэтому, чтобы не скучать в отеле, стоит поискать и другие развлечения В октябре в Анталии, кроме посещения пляжа, вы сможете заняться следующим Просто прогуляться вдоль морского побережья, наслаждаясь тишиной и шумом прибоя Посетить достопримечательности города, среди которых часовая башня, сад Кулеси, мечети Текеле Мехмед Паши и Искеле Древние ворота Адриана и руины крепостных стен, минаретки Сек и другие интересные памятники архитектуры города Кстати, в этот период можно посетить и водопады, а в Анталии их несколько Можно взять экскурсию с гидом, чтобы больше узнать о городе Также в октябре проходит в Анталии международный кинофестиваль «Золотой апельсин» На фестивале вы сможете познакомиться с новинками кино, снятыми режиссерами со всего мира, которые показывают как в кинотеатрах, так и на открытых площадках Можно поиграть в гольф на одном из лучших полей, которое принадлежит туристическому комплексу «Укеа» в Орт-Анталии Ну и, конечно же, отправиться на знаменитые рынки с самыми доступными ценами за подарками и сувенирами Ну а если вам будет необходим трансфер в Анталии, то вы можете обратиться напрямую к нам Написав заявку по электронному адресу, указанному в описании канала Услугами компании «Софе» воспользовались многие мои подписчики И о работе компании я снимала уже видео, ссылочку я вам оставляю в правом верхнем углу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, уже вечер, солнце спряталось Прохладно стало, мы едем домой Я надеюсь, что это видео вам понравилось Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, мы будем всем очень признательны До новых встреч на канале «Новая жизнь в Анталии» Пока-пока Идем через частный пляж Площадка для проведения свадеб Малень, как всегда, нагрузился, мне не дают ни одной сумки На пляже еще звучит музыка И люди есть Бар работает Красивая Вырвала сумку Не хотела отдавать Ку-ку! Красиво, да? Красиво Вон уже подсветку где-то включили Что-то такое Пошли посмотрим, что это Комары? Палатка какая-то Что-то такое Что это? Что это? Вот вы видели, оно светило А сейчас выключили Спроси, что это будет Что это? Мировая Свадьба? А, предложение Молодцы Посмотрите, как красиво О, супер Безель Девочка показала нам Как это будет выглядеть Ух ты, как мы попались Смотрите Вот так вот делают Предложение Романтично Курик Молодец Курик Здорово! Здорово! Вот мы пришли домой и попали на такое мероприятие. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Затем. Потом будет что? Потом что будет? Нет, сейчас мужчина хочет... Сказать. Да. Потом Нишан? Потом Нишан. Потом спать. Молодцы. Поздравляем. Ну а мы идем дальше. Значит, караваны. Люди приехали, отдыхают. Видите, везде стоят. А это вот праздник. Палатки. Люди расположились, отдыхают. Чадыр. Чадыр, чадыр. Вон, столики, стульчики. Караван. Видите, как все устроено. Ну, а мы выходим на дорогу. Сейчас по нами машина переедет. Отель Нирвана. Потом Титаник отель. В общем, все тут рядышком. Отели, отели, отели. Машина нашей компании. Софе. Вип-трансфер. Комфортная машина. Комфортная машина. Комфортная машина. Click here. Отели.